Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Очень рада вас всех видеть! Сегодня будет влог, я смотрю по просмотрам и по комментариям. Вам нравятся мои влоги, мне это очень приятно. И сегодня беру вас с собой, потому что сегодняшний день бьюти как никакой другой. Я еду красить волосы, как вы видите, такая красавица с грязной головой, потому что на грязные волосы краска ложится менее травматично, чем на чистые. Также еду на лазерную эпиляцию, и также еду на встречу с мастером по татуажу, потому что всерьез задумалась о татуаже бровей. Поэтому, если вам интересно провести этот день со мной, то, конечно же, оставайтесь, и я желаю вам приятного просмотра. Кстати, ребят, я очень извиняюсь, я постоянно снимаю в очках, я понимаю, что это некрасиво по отношению к вам, и мне бы очень хотелось снимать без очков, но, к сожалению, без очков водить машину я не могу, потому что я очень восприимчива к солнцу, и когда светит солнце, я щурюсь, я морщусь, и я вообще практически ничего не вижу, и все перед глазами становится какой-то пленкой. Поэтому, к сожалению, по-другому не могу, но я понимаю, что это некрасиво, честно, и хотелось бы снимать иначе. Кстати, я сегодня в кожаной куртке, у меня кожаное сидение, и я вижу и ужасно реплю, и мне так смешно, не знаю, вам слышно или нет. В общем, короче, еду и сама с себя смеюсь, издаю неприличные звуки. Какой-то толерантности на наших дорогах не существует совершенно, у нас никто никого практически не пропускает, у нас наоборот еще прижмут, придавят, не дадут проехать. Так странно, если честно, вроде с человеком что-то случится, если он будет милее, воспитанней и отзывчивее на дороге к другим, таким же, как и он, водителям. В общем, непонятно мне, я стараюсь всегда всех пропускать, только если, конечно же, человек на дороге ведет себя некрасиво и по-хамски, то, конечно же, я его не пропущу. Но если человек только включил поворот, ему нужно перестроиться, то, конечно же, я его пущу. Давайте расскажу вам немножко поподробнее про эпиляцию. Я еду сейчас на лазерную эпиляцию. Если интересно, я сниму отдельное видео. Сейчас расскажу в двух словах. Я уже прошла где-то 10 курсов. Конечно же, девочки, если вы хотите сделать себе лазерную эпиляцию, не ожидайте, что вы избавитесь от своих волос полностью. Мастер, который делает мне эти процедуры, это моя очень хорошая знакомая. В принципе, чего они особо не разглашают, но она мне сказала это, что какая бы ни была эпиляция и сколько раз вы бы ее не сделали, уйдет максимум 80%. Процентов 20 останется. Ну, в любом случае, 20% это лучше, чем 100%. Меня такая процентовка устраивает. Я уже сделала где-то 10 курсов. Я делала практически все зоны, на которых растут волосы. Сейчас я еду делать полностью руки, полностью ноги и зону подмышками. Подмышками? Под руками. Это слово придумал подмышки вообще. Что оно означает? Интересно. Пока жду вам, покажу свои ногтики. Помните, я вам показывала лаки от Simple, которые я приобрела на выставке. Вот этот темный, это лак с яблом. Очень мне нравится цвет, очень мне понравился этот маникюр. Красиво смотрится. Но, к сожалению, я разочарована вообще в пух и прах. Посмотрите, что с ним происходит. Это только вчера я сделала этот маникюр. Не знаю, видно вам или нет. На кончиках уже все скалывается. Даже вот такие вот, как и бяки, появились. Очень грустно, конечно. Лак оказался совершенно нестойкий. Конечно, я мыла посуду сегодня. Но я мою посуду с другими лаками и готовлю. И другие лаки так себя не ведут. Лечу на покраску, немного опаздывая. Но ничего страшного. Позвонила, предупредила мастера. Она меня ждет. Хотела вам показать. Смотрите, сразу после депиляции Вообще нету никаких раздражений. Бывает немного красная сыпь. Но это бывает очень редко. В основном ничего такого нет. Хотела с вами немного поговорить о татуаже бровей. Почему я решила его сделать? Когда я говорю фразу, что я человек без бровей, то я действительно человек без бровей. То есть, хвостики брови у меня построены из волосинок в один ряд. То есть, это фактически хвостик у меня состоит из трех волосинок, которые растут друг за другом. И вот на днях, с одной стороны, эти три волосины у меня отвалились. Только что сняла для вас видео обзор на шампуни Бальзама Джейсон. Не знаю, уже это видео на канале или будет чуть попозже. Сейчас встречаемся с друзьями. Будем играть в воллинг. Поснимаю что-нибудь для вас. Расскажу вам, как мы проводим выходные. Покажу вам свой аутфит для прогулок с друзьями. На мне перчатки кожаные от Рань Флорен. Уже у меня мерзнут руки. Я сразу же одеваю, как только чуть-чуть холодает перчатки. Какой-то гольфик коричневый. Непонятно, какой фирмы. Даже не помню, где купила. Пиджат вот такой серый. Фирма называется Парасука. Очень милосучное название для русского языка. Сумка Ферогама тоже серая. Коричневый ремень. Джинсы H&M. И сапоги тоже Рань Флорен. Отрывала их в прошлом году в Америке. По-моему, где-то за 50 или 40 долларов. Цена просто... В общем, идем гулять. Ну что ты делаешь? Порще тебе ведешь. Не надо, я уже хотела такую выкренькую делать. Ты как раз комцент будет прикольным. Субтитры сделал DimaTorzok Этот вечер подошел к концу, Белечку пришлось взять с собой, потому что не дает мне с вами попрощаться, все время гавкает, хочет играться, соскучилась, пока нас не было. Я очень надеюсь, вам понравилось проводить с нами время. Сейчас будем уже укладываться спать, будут снимать макияж. Наверное, перед сном посмотрим в кровати уже одну серию Анатомии Брей, выпьем чаю. Я желаю вам всем доброго времени суток, нам желаю спокойной ночи и все, пока-пока!